Друзья, привет! Сегодня хочу вам рассказать об интересном автомобиле и факте, связанный с ним. Отдыхая в Турции, я уверен, вам в глаза часто попадался автомобиль из 90-х с эмблемой в виде буквы Т на фальшрадиаторной решетке, которую сложно найти в других странах. Но мало, наверное, помнит, что в конце 90-х, в начале 2000-х годов была мода устанавливать на наше семейство Lada Samara и классические пятерки и семерки, одну деталь от этого турецкого автомобиля. Если вы не вспомните, я напомню, имея в виду боковые зеркала от автомобиля Tofos, которые были сделаны в стиле зеркал BMW конца 80-х годов, имели удобный короткий тросиковый привод вместо рычажного на Lada. Такие же зеркала были установлены и на моей девятке, и я их очень хорошо помню. Так что же это за автомобиль Tofos? Tofos это совместно итало-турецкий завод, где со стороны Италии выступает Fiat. И как ни удивительно, первой моделью стал знаменитый Fiat 124. Да-да, тот самый, который стал первенцем Lada, корейский Kia, польского Fiat, испанского Seat. Это только то, что вот сейчас сразу вспомню. В Турции позже 124 Fiat переродился уже в Tofos Sergi, если я правильно произнес эту модель. Но нас интересует другая, более поздняя модель под собственным именем Tofos Shahin или Dogan, которая появилась в 1988 году. По факту это реинкарнация Fiat 131, который также производился на площадях Tofos и именовался Murat 131. А наименования Shahin и Dogan выступали в качестве обозначения версии или комплектации 131. В 1988 году произошел рестайлинг 131 Murat и появился узнаваемый нам Tofos Shahin или Dogan, уже без упоминания про родителя. Интересно, что внешним видом Tofos напоминает больше Fiat Regatta, который в свое время, в 1983 году, пришел на смену 131 Fiat в Европе. И в 1990 году уже был снят с конвейера в Италии. Но архитектурно Shahin остался заднеприводным Fiat 131, когда Regatta была переднеприводной моделью. Да-да, появившееся ранее семейство Lada Samara Sputnik было более современным и интересным, чем старая конструкция Tofos Shahin Dogan. Правда, в защиту Tofos можно сказать, что по силовым агрегатам он не сильно проигрывал, да и в передней части тоже имел подвеску типа MacPherson. И вообще считается довольно-таки надежной моделью. В 2002 году Shahin сняли с производства для турецкого рынка, но завод Tofos продолжает работать, производя машины под разными брендами, в том числе Fiat. Обзор одной из этих моделей я как раз недавно опубликовал, а именно Fiat Igea. Вы можете узнать, насколько интересны или нет сейчас бюджетные машины для Турции. Как раз эту модель итальянцы совместно проектировали с Tofos. Друзья, до новых встреч. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Возможно, вы подчеркнули для себя интересную информацию. Пока!